Он издали смоковницу заметил. Она такой имела пышный вид, и в листвой играл весёлый ветер. Казалось, что листва плоды таит. Но, ближе подойдя, он поднял ветку и не нашёл ни одного плода. И обратился к ней, как к человеку, сказал, бесплодный будешь навсегда. Пускай никто отныне не вкушает твоих плодов, раздался приговор. И притчу эту люди повторяют, и смысл её рождает часто спор. И многим кажется порой несправедливым поступок Господа смоковницей пустой, беспечно росшей, тихой и счастливой, довольную своей густой листвой. Я верю в благость Господа Иисуса, Его любовь и сердце доброту. И объяснить сей притчей не берусь, но чувствую Господню правоту. Как много среди нас подобных этой смоковницы евангельской пустой. На первый взгляд, по видимым приметам, мы будто обладаем полнотой. Так много листьев пышных и зелёных, и ветви, и такой здоровый вид. Вблизишь вплотную, странник утомлённый, нам тот же приговор провозгласит. Какой обманчивой бывает внешность, активность, часто только суета. Бесплодность нашу обнаружит вечность. Там явной станет наша нагота, иной на вид, как будто незаметен. О нём друзья почти не говорят, а он давно у Бога на примете. Плодами драгоценными богат. Господь не смотрит издали, как люди. Он прямо в сердце глубину глядит. И горе тем, на ком плода не будет, Но хуже тем, кто только делал вид.